Разделяют четыре стадии целлюлита. Это тоже нужно знать при лечении, при воздействии. Первая стадия это отечность ткани, которая приводит к затруднению оттока лимфы и образование отеков. К этой первой стадии мы можем отнести по поводу коррекции правильное питание, физические нагрузки, какие-то там упражнения незначительные, ну и лимфодренажный, соответственно, массаж. Вторая стадия это уже уплотнение соединительной перегородки между отечными участками и более затрудненными. Значит, такая, знаете, протекает на капиллярном уровне, что приводит к функциональному лимфатической системе, значит, нарушения 40% от нормы. Что самое главное мы должны понимать при правильном подборе лечения целлюлита, массажа. Вообще я хочу сказать, что самое главное в профилактике лечения целлюлита это улучшение кровообращения и лимфатической системы. Поэтому бывает такое, знаете, лечение у косметологов, соответственно, у массажистов размять, намять, оставить гематомы. Самое главное это все-таки лимфодренаж и улучшение кровообращения. Это основа основ. Третья степень называется микродулярная. Здесь уже мы ощущаем подкожно эти самые липидные узелки и они обуславливают вот этот вот эффект апельсиновой корки, которая присуща целлюлиту. Здесь мы уже можем, вот, между прочим, во второй и первой стадии мы можем также применять мезотерапевтические коктейли в азотонике, которые улучшают кровообращение, которые стимулируют, которые пролонгируют. Также мы можем из липолитических коктейлей назначить непрямые липолитики, те, которые будут стимулировать липолиз, а именно, вот, работу, увеличение работы митохондрий. Далее, а третья, четвертая стадия, все-таки здесь уже должно быть комплексная, комплексная такая терапия. Это, как правило, уже избыточный вес, это правильное питание, рациональное питание, не нужно забывать о чистой воде, которую нужно потреблять полтора-два литра в сутки. Также это избегать легких углеводов и, конечно, это уже профессиональное посещение клиник, хорошего массажиста, физической нагрузки, обязательные ежедневные зарядки, пробежки, спортзалы. Ну и к таким пациентам уже третья-четвертая степень подходят прямые липолитики, которые будут расщеплять вот эти вот самые гроздья микрондулярную вот эту форму. Четвертая стадия достаточно такая серьезная, это макрондулярная. Здесь уже происходит увеличение, такое достаточно ярко выраженный целлюлит. Это такие, знаете, твердые участки кожи, которые преобладают такой вот выраженный фиброз, синюшный оттенок. Массажи этим пациентам очень болезненны. Почему? Потому что кровообращение плохое, но при этом иннервация достаточно, нервы от вот этой вот микрондулярной формы, то, что гипоциды достаточно ярко выражены, то есть они переживают нервные окончания, и пациент испытывает сумасшедшую боль даже при лимфодренажных массажах. Поэтому здесь сначала должна быть коррекция питания, чтобы было быстрее вот этот самый коррекция питания, дефицит питания, чтобы уменьшались наши жировые капли в адипоцидах. Должны быть физические нагрузки для того, чтобы липолиз этот увеличивался в разы. И, соответственно, мы должны также помогать еще и аппаратной косметологии. В данный момент мы можем вместо массажа подключить лимфодренаж, а после лимфодренажа это вазотонические коктейли. Они даже могут не настолько быть болезненны по отношению к антицеллюлитному массажу. И потом мы уже можем подключать такие прямые липолитики. Чаще всего это препараты на основе посвадилхолина, дезоксихолата. Мы про них сегодня также с вами поговорим. Редактор субтитров А.Семкин